За последние 2-3 года количество сельских жителей в Владимирской области сократилось на 18 тысяч человек. Вернуть людей на землю смогут только условия, сопоставимые с городскими, считает замминистра сельского хозяйства. На это нацелена новая федеральная программа. Она подразумевает и строительство домов, и благоустройство сел, обновление инженерных сетей и развитие транспорта. Любой проект, нацеленный на такие результаты, может рассчитывать на финансовую поддержку Минсельхоза. Проекты, которые будут поддержаны людьми, которые будут действительно актуальны в сельских территориях, которые позволят развивать сельскую местность, которые позволят в итоге развивать и сельское хозяйство. В Владимирской области на хорошем счету Минсельхоза зерна в этом году собрали почти 190 тысяч тонн. Перевыполнили план производства пищевой продукции. Наш регион третий в ЦИФО по надое молока. Но есть и проблемы. Более 300 тысяч гектаров земли заброшенных техникой устарела и требует ремонта. Основной вопрос для селян – это обновление парка техники. У нас более полутора тысяч единиц техники в регионе. Требуется замена. Мы успешно это делаем своими силами. Будем просить министерства ускорить этот процесс. Среди других проблемных сфер – газификация. Голубое топливо подведено меньше, чем к половине сельских территорий. Непростая ситуация складывается и в сфере животноводства. Но в этом году падение производства удалось остановить. Заместитель министра сельского хозяйства уверен – госпрограмма поможет решить эти вопросы, если аграрии и муниципальные власти будут активно подавать заявки на участие. Надеемся, что Владимирская область также будет у нас активным участником этой программы, потому что здесь есть над чем еще поработать. Есть территории, которые сегодня развивают сельское хозяйство. Нам нужно, чтобы эти районы также активно развивались. В следующем году на подведение к селам газа, воды, благоустройство территории, улучшение жилищных условий жителей, Владимирская область получит от министельхоза более 61,5 миллиона рублей. Кроме того, от нашего региона уже сформирована заявка на реализацию восьми проектов по развитию комплексных территорий в районах области. Общая сумма – почти 900 миллионов рублей. Львиная доля средств поступит из федерального бюджета. Екатерина Зинурова, Сергей Скороходов, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.